Всем привет, с вами канал Science Daily. Космический аппарат JUSS не смог развернуть антенну одного из своих приборов. Об этом сообщили в пятницу 28 апреля представители Европейского космического агентства. Этот прибор предназначен для подповерхностного изучения спутников Юпитера с помощью ледопроникающего радара с целью обнаружения признаков, пригодных для жизни условий. Космический аппарат JUSS стоимостью более 1 миллиарда долларов стартовал 14 апреля и должен прибыть в систему Юпитера в июле 2031 года. Ожидается, что он проведет несколько лет, исследуя ледяные спутники Юпитера. На данный момент 10 из 11 приборов космического аппарата работают нормально, но антенну радара для исследования ледяных спутников заклинило в крепежном кронштейне. Инженеры подозревают, что ее удерживает крошечный застрявший штифт. В ближайшее время специалисты миссии предпримут несколько попыток вызволить важный инструмент из его нынешнего положения. Планируется провести серию вращений аппарата, которые повернут JUSS так, чтобы антенна радара и крепления не были в тени, с целью их прогрева. Если 16-метровую антенну все же удастся развернуть, это позволит радару космического аппарата JUSS проникать на глубину до 9 километров под поверхность спутников Юпитера, таких как Ганимед или Европа. Такого рода исследования очень важны для астрономов, ведь, например, на Европе, по мнению ученых, существует подповерхностный соленый океан, скрытый от нас под несколькими километрами льда. В 2016 году с помощью Хаббла были получены уникальные фотографии того, как на поверхности Европы возникают и извергаются гейзеры. А если на Европе есть вода в жидком состоянии, то вполне возможно, что в ней могут быть живые существа. Поэтому изучение подледных океанов – это одна из главных целей миссии JUSS. Это не первый случай, когда миссия к Юпитеру сталкивается с проблемой при развертывании антенн. Так, на космическом аппарате НАСА Галилео так и не удалось правильно развернуть антенну с высоким коэффициентом усиления. Галилео все же смог отправлять важные данные на Землю, но с меньшей скоростью, чем планировалось.